Всем привет! В преддверии новогодних праздников все ожидают подарки, а в особенности дети. И сегодня я расскажу о пяти вариантах, которым ребенок будет особенно рад. Начнем с подарка для отдыха на улице. Электросамокат. Он имеет ряд преимуществ перед другими видами электротранспорта. Во-первых, для катания не требуется определенных навыков. Встал и поехал. В этом плане самокат является едва ли не самым безопасным и практичным. Во-вторых, если он разрядился, можно продолжить кататься. В-третьих, он достаточно компактный, и его можно взять с собой в поездку. Вес устройства составляет около 10 кг. Дальность хода от одного заряда примерно 20 км. Предельная скорость порядка 20 км в час, а максимальный вес нагрузки 120 кг. С следующим вариантом ваш ребенок сможет не только поиграть, но и сделать интересные видео или фото. Квадрокоптер. В зависимости от модели, он управляется с помощью джойстика, либо смартфона. Я бы и сама с удовольствием провела время, снимая красоту с высоты птичьего полета. С первых минут это занятие затягивает, ведь управлять беспилотником очень просто и удобно. На канале я рассказывала о нескольких квадрокоптерах. Загляните вот сюда, тут много интересного. Далее в моем рейтинге смарт-часы. Это интересный подарок с широкими возможностями. К примеру, девайс умеет считать шаги, пульс, контролировать качество сна и прочее. Также встроена функция GPS-трекера, которая дает возможность отслеживать местонахождение ребенка. Умному хронометру ребенок точно будет рад, да и родителям будет спокойней. Не менее классным подарком станет 3D-ручка. С ее помощью можно делать объемные рисунки из пластика, начиная от простых фигур, заканчивая сложными изделиями. Девайс не опасен и прост в работе. Для этого необходимо подключить его к блоку питания, установить пластик, нажать кнопку и начать рисовать. Изделие можно выводить на бумаге. Оно моментально остывает и легко отклеивается от поверхностей. Такой подарок не даст ребенку скучать и поспособствует творческому развитию. Ну и в завершении топа поговорим о роботах. Их ассортимент действительно огромен, но мой выбор остановился на роботе-конструкторе, которого можно собирать самостоятельно. В этом есть определенные преимущества, поскольку из одного конструктора можно соорудить несколько вариантов. Да и сам процесс сборки станет для вас и ребенка увлекательным и несложным. Ведь помимо инструкции есть и мобильное приложение, в котором четко расписана последовательность действий. Также в меню приложения есть настройки программирования робота, где можно определить последовательность действий, перемещение, танец и еще много различных движений. Соответственно, ваш ребенок будет увлечен не только игрой, но и развитием в мире технологий. Подробнее о такой игрушке можно посмотреть в нашем видео вот здесь. На этом все. Напишите в комментариях, какой подарок, на ваш взгляд, будет лучшим. Или предлагайте другие варианты. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки и смотрите, как Ольга Матвей готовит рулет с халвой и историю развития посудомоечных машин. Пока!